Всем привет! С вами Елена и сегодня, сегодня мы распакуем вот такую вот посылку от моей подруги Кати. Катя у нас из Москвы, она имеет тоже свой канал на YouTube, на Яндекс.Дзен. Ссылки я на ее каналы оставлю внизу в описании. Просмотрите данное видео, обязательно приходите к ней на канал, подписывайтесь. Это очень добрый, отзывчивый человек, прекрасная, красивая женщина. И она решила меня побаловать и отправила мне посылку на мой день рождения. Об этой посылке я вообще не была в курсе и было огромное удивление, когда мне приходит извещение и я не понимала, что там. Вроде ничего нигде не заказывала и мне пришла посылка из Москвы. Я, конечно, предположила, что из Москвы кто мне может еще отправить? Наверное, это Катя, думаю. Ну, как же она может мне отправить, если она недавно отправила мне большую посылку, кстати, которую я буду снимать на днях, потому что в данный момент я ее не отснимала, у меня уже она месяц лежит. Вот, отснять никак не могу, потому что то дела, то нет настроения и так далее. Но я эту посылку вообще не смотрела, мне очень-очень интересно. Вот она там, коробка стоит, а все остальное в сумке, то, что содержание какое. Но почему, вы узнаете об этом потом. Вот, давайте уже, наконец, мы посмотрим данную-данную посылочку. Катя, кстати, снимает много... Так, а как открыть? Я с собой ножницы не взяла. А вот, Катя снимает на своем канале и покупки из секонд-хенда. Простые покупки, влоги. В общем, если честно, на ее канале можно найти каждому что-либо для себя интересное. Посылка, кстати, вот эта вот была упакована в почтовый пакет. Когда я этот пакет вытащила, я увидела вот это. Это было так мило, мне еще ни разу так не упаковывали. И давайте с вами посмотрим. Опа. Что там? О! О! Значит, я буду без вас сейчас открывать, с вами смотреть. Тут у нас написано «С днем рождения». Ооо, прошу ошибки считать за улыбки. Здесь у нас, наверное, открыточка и... Блин, а я не могу аккуратненько открыть. Текать, не надо было бы конвертик убирать, потому что я бы хотела с конвертиком сохранить данную открыточку. Какая милая! Не упускай то, что происходит прямо сейчас. Смотрите, какая красивая открытка! Еще вот здесь вон как, как 3D. Так классно! Ооо! Спасибо большое! Я почитаю за... После видео, за кадром, так скажем, да? Я не хочу читать это на камеру, потому что... Потому что я расплачусь. Короче, я это после видео почитаю. Мне сейчас плакать, но вообще никак нельзя. Вот так. Там потому что уже очень такие приятные слова. Первое, что мне... Первое, второе. Наверное, я считать уже... Оба, на! Тут столько масок! Первое, что мне попадается, это вот такой вот блокнот в морском стиле. И он у нас не в линейку, не в клеточку, он у нас в точечку. Смотрите! В общем, вот такой вот у нас блокнот. Далее. Я не знаю, как вам это все показывать. Я вот, наверное, не буду даже читать, что за маски, потому что, ну... Ну, первое, тут без перевода, да что? Ну, просто их здесь убийственная куча. Это, блин, это рай для меня. Это просто что-то с чем-то. Я эти маски, вот, по крайней мере, которые сейчас на меня смотрят, вообще ни разу не видела. Некоторые, да? Не все, потому что кое-что я видела, но не покупала. Вот. Смотрите, какое оформление бомбическое. Вот такая вот у нас маска. Я не знаю, что за маска, для чего перевода нет. Болгарская роза что-то тут. Болгарская роза. Далее у нас вот такая вот масочка от Петит Фи. И это у нас... Гидрогелевая? А, не, ну написано, что гидрогелевая маска. Но по ощущениям она как тканевая. Ладно. Вот такие вот масочки я видела. Вот они. По оформлению на одном своем сайте. Но я их не покупала. То есть до них очередь пока не дошла. Я не знаю, сейчас будет такая до них очередь или нет. Очень красивое оформление. Смотрите, с яблочком, с киви. Но опять же, они без перевода. Поэтому я не знаю, как мы с вами будем тестировать. Но как-нибудь буду искать перевод. Может, что-нибудь и найду. Далее мне попадается с рисовым... Что-то рисовое. Короче, читать не буду. Я иначе затяну это видео вообще на очень долго. Это вот такая вот очень красивая маска. Оформление масок просто шикарное. Потом кокосовая вроде какая-то. Да, кокосовая вода. Вот такая вот маска. Вот ями, да, не знаю. Коверкать не буду, поэтому прошу простить. Прошу понять. А вот восстанавливающая маска для лица и шеи. Ого, от флоресан. Я, если честно, вообще ни разу не видела, чтобы у флоресан были маски. Вот смотрите, не знаю, видно, нет? Никогда не видела, чтобы у флоресан были маски. Очень-очень интересно будет протестировать. Ой, чего это желтый свет? А, желтый свет. Я не люблю теплый свет. Верните холодный. Далее. О, неплохая, в принципе, марка. Вот эта вот, ем там. Далее. Вот такая вот масочка. Потом. О, прикольно. Это у нас тоже от Питит Фи, только с артишоком. Артишок красивый нарисован. Не нарисован, а сфотографирован. Далее. Ух ты. Тоже от флоресан. Вот такая вот маска. Но она мне внешне чем-то напоминает гарниеровские маски. Очень интересно. Очень интересно. Ну, просто очень, блин. Вот у меня одно лицо, да. А так вот прям хочется вот просто сразу за раз все вот это вот наляпать. Я очень люблю маски. Вот, девчонки, это просто не передать словами. Кать, спасибо тебе огромное. Еще, еще половины нет, как я все вот это вот вытаскиваю, да. Я уже в восторге. Спасибо тебе огромное. Далее. Всеми известная вот такая вот маска. Это у нас от Fanny Organics. И это у нас гавайская. Детокс эффект. Будь на вайбе. Ну, если бы я знала, что такое вайбе. Пардонте. Вот. Далее. Вот такая вот маска у нас от Vylenta. Обалдеть. Маски не заканчиваются. Еще вот достала. Далее. О. Далее масочка для моего Дениса. Вот. Мне очень хочется попробовать вот такую же маску. Но я не буду рисковать. Потому что у меня очень повышенная волосатость. У меня герсуцизм. Герсуцизм. Вот. И у меня почему-то вот здесь отложилось. Как будто если что-то для мужчин, да, маски, да, что-то, то это возбуждает рост и развитие активная луковица волосяных. И поэтому, не знаю. А так это у нас тканевая маска для лица мужская. Денис у меня не отвертится. Буду ему летом, если что, делать. Смотрите, показано как. Прям такая армейская по виду. Не знаю, если что, в пустых баночках покажу само лекало какое. И отзыв скажу. Дальше. О, шоколадный мусс. Тоже от Ями. Мне очень хочется, чтобы эти маски пахли прям именно так, как заявлено. Шоколадный мусс, кокосовая вода. Вау. Вот это оформление. Смотрите. Это такое вот что-то матовое. Здесь глянцевое. Очень приятно держать эту маску в руках. Это просто невероятно. Невероятно. Это у нас перепера. 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 Это у нас какая-то... Какой-то... Джуси тай. Виноградный. И это у нас маска для лица с экстрактом винограда увлажняющая. Вот. Далее. Далее у нас идут вот такие вот две масочки. Одна с Куэнзимом Ку-10. Это вот это вот. И... Свет подсвечивает. Подсвечивает. И вот это вот у нас идёт с коллагеном. Вот такие вот. Две прекрасные масочки. Какая-то марка S. Миркл. Не знаю. Не знаю. Не знакомая. Это всё для меня новинка. Спасибо огромное. Камера не передаст. Камера не передаст. Нет. Не передаёт. Но вот эта вот упаковка просто играет с зайчиками вся. Здесь куча-куча разных кружочков. И все они как бензиновые. Красивые-красивые. Это у нас маска Superfood с экстрактом грибов Matsutake. Вот как. Так что у меня на лице будут Matsutake. Дальше. Блин. Опять невероятное вот это вот оформление. Такое просто прекрасное. Я, кстати, такие маски видела на сайте в подружке. У подружки. У подружки. Сайт подружка. Вот. Но так я ещё и не делала там заказ. Хотя мечтаю в будущем. Это у нас маска Sparkling Top Top Time. Маска для лица с экстрактом вишни. Обновляющая. Смотрите, какое невероятное оформление. Просто. Мне кажется, я буду этими масками сперва любоваться. А потом уже с вами снимать тестирование. Потому что, ну я не знаю, мне будет даже жалко вот так вот просто открыть, да, на камеру. Протестировать маску. В пустышках показать просто да или нет сказать, да, и выбросить. Нет. Я сперва и не полюбуюсь. А потом уже. Потом. О, вот такая вот у меня маска есть в коллекции. Это у нас от Sherry с экстрактом ласточкиного гнезда. Я буду с радостью, когда протестирую свою вот эту вот маску. Эту я отложу на потом. С экстрактом ласточкиного гнезда я предпочитаю использовать маски в прохладное время. Или тогда, когда у меня уже кожа сильнее становится сухой. А сухой она становится осень, зима, весна. Летом у меня кожа немножечко увлажнена из-за того, что повышенное подотделение, там, все дела, да. В общем, маски с экстрактом ласточкиного гнезда работают, ну, просто отлично. Пока, пока еще не попадались мне маски с ласточкой, да. Ну, не очень так. Хотя есть, бывают, но мне, если честно, которые попадались, очень-очень они нравились. Далее. Ух ты! Ой, какой аромат! Далее попадается вот такая вот бомбочка от Waze. И это у нас тропический смузи. Бурлящее сердечко. Блин, классно! У меня в вазе в виде бокала. Хранятся все мои бомбочки. И я не устаю говорить о том, что я люблю бомбочки. Я бомбочки, бывает, Денису в ванную кидаю. Сама я принимаю в ванную очень редко. Но если принимаю, то тоже кидаю себе бомбочку. Чаще всего для себя я использую бомбочки. Это в зимнее время, либо тогда, когда у меня очень сильно мерзнут ноги. Я набираю в тазик воду, теплую, горяченькую, как мазь попрет. И вместо соли кидаю бомбочку. Здесь же у нас все равно в составе имеется морская соль. Я просто балдею. То есть ноги в тепле, в водичке. Сама за компьютером. Во! Это просто прекрасно. То есть ты занимаешься своими делами, а ножки мало обогреваются, отогреваются. Так еще и получают соль и витамины. Так что вообще отличная штука. Катя, огромное спасибо тебе. Далее. Эй! Смотрите. Маска. I'm sorry for my skin. Эти маски. Господи, я не знала, что они такие малюточки. В общем, вот у этой вот марки. I'm sorry for my skin. Или как тут маска называется? Точнее марка. Ну, в общем. Ультру. Не знаю. В общем, именно I'm sorry for my skin. Я мечтала перепробовать абсолютно все маски. Они, знаете, очень красочно всегда оформлены. Красиво, ярко. Просто вот, не знаю, как картинки какие-то. Но именно вот в прозрачной упаковке. И чтобы вот такого вот цвета, да, как будто с какими-то травками маска. Я вижу впервые. Но уверена, что если бы увидела на сайте, то тоже бы захотела. Просто вот огромное спасибо. Я очень много лет мечтала попробовать маски. I'm sorry for my skin. Просто вот огромное-огромное тебе спасибо. Далее. О, далее еще одна масочка для Дениса. Мужская. Вот она. Получается, вот так вот они выглядят. Один работает, другой отдыхает. Да. Далее мне попадается вот такая вот масочка. Это у нас ослик, да? Не пойму. Ну, в общем, от Эвелайн, Эвелин, кто как называет. Смотрите, какая красивая. Конечно, она по-смешному будет выглядеть на лице. Очень, так знаете, по-смешному. Далее. Оба-на. Оба-на. Я первый раз такую маску вижу. Смотрите, это у нас маска. Она как массажная, что ли. То есть, если мне, как я понимаю, вернее, если на самом лекале будут показаны тоже точки, значит, эти точки нужно будет массировать. Получается, будешь массировать, да, маска для лица с массажным эффектом для сияния кожи. Сама она будет работать, получается, на сияние. Ну и плюс ты будешь массировать точки. И это как бы тоже благоприятно влияет на нашу кожу. То есть, смотрите, как я понимаю, маска будет черная. И вот с такими вот точками. Вообще классно. Это у нас маска от Medihill. Никогда такое не видела. Обалдеть! Далее попадается вот такая вот у нас масочка от черного жемчуга. И она у нас как на лицо, так и на область шеи. Это у нас маска Y-зона лифтинг эффект. Вообще классно. Кстати, я слышала, что черный жемчуг тоже с наших полок будет уходить. Но не знаю, почему будет уходить. Мне казалось, что это российский производитель или нет. Очень странно. Производитель Россия. Может состав просто импортный. Не знаю. Ладно. Не буду заморачиваться. Вот еще. Черный жемчуг, черный жемчуг. Но маски классные. Маски слышала, что хорошие. Сама не тестировала именно черный жемчуг. Далее. Черная пузырьковая маска. Вот такая. Вот я очень люблю маски гидрогелевые. И очень люблю маски пузырьковые. Да и вообще я очень люблю маски. Что уж я тут лукавлю, да? Далее у нас масочка от Unilook. Сияние кожи. Укрепление ткани лица. Это золотая фольгированная маска для лица. Ого. Из двух частей. Смотрите, какая прелесть. Просто. Обалдеть. С Unilook я очень хорошо знакома. Но именно такую маску я не видела. Ого. Девчонки. Я очень люблю молотый кофе. И это у нас кофе натуральный, жареный, молотый, с кофеином, ароматизированный. Во как. Да не просто ароматизированный. А здесь у нас лесной орех. Смотрите, классно. Кто-нибудь знаком с данной маркой? Нет? Я данный кофе вижу впервые. Это наш московский кофе. Точнее, Московская область. Красногорский район. Нахабино. Улица вокзальная. Блин. Ну, я скажу, не сильно пахнет орехом. Кофе больше пахнет. Но я прямо сейчас после видео пойду и сварю себе кофе. Далее у нас от Fanny Organics вот такая вот масочка. И это у нас маска с мохито. Какая-то 3D. Реальный must have. Качай, танцпол. Стилёво. Так, и это у нас увлажнение и свежесть вообще. Спасибо. Я не устану говорить спасибо. Боже, это ещё не всё. Смотрите, ещё маски. Это самое, я не знаю, для кого-то сладкая посылка. Это когда конфетки, шоколадки, да. Для меня сладкая посылка. Здесь столько масок. Я буду с вами тестировать. Кайфовать. Я буду кайфовать. От некоторых, конечно же, я могу быть разочарована. Но в любом случае, это вот само состояние предвкушения. Да чё, конечно же, я эти маски буду использовать пока не скоро. Скорее всего, на следующий год. Потому что у меня пока по ротации масочки идут. Далее. Вау. Смотрите, какая маска. Это у нас Корея, но Skin Momon. Это у нас увлажняющая маска для лица. С муцином улитки. Это невероятное оформление. Такое ощущение, что здесь просто бумажный конвертик. Но как вы можете увидеть, просвечивает. Маска у нас прозрачная будет. С золотыми розочками. Вообще ништячок. Далее. Именка бьюти. Маска с муцином улитки. Именка, именка. Тканевая маска для лица с лифтинг эффектом и с муцином улитки. Интересненько. Смотрите, какое необычное оформление. Прикольно. Далее. Вот такая вот масочка у меня есть в коллекции. Но пока не тестировала. Но я очень много наслышана о том, что данная маска очень пахнет именно бананом. Поэтому я буду с радостью использовать данные маски. Я, когда дойду до своей масочки, достану эту. Я их положу, кстати, вместе поближе. И чтобы сразу можно было одно с вами протестировать, другую без вас. Или даже я сперва сделаю маску сама. А потом уже сниму маску вместе с вами. И чтобы долго не тянуть видео, я уже сразу изначально, в начале видео скажу, насколько прекрасная или не очень маска стоит, своих денег не стоит и так далее. Это у нас должен быть Китай. Потому что вроде как... Это что у нас? Seven Days? Seven Days было Китаем. Что-нибудь изменилось? Нет? Да. Ничего не изменилось в Китае. Вот. Очень-очень-очень-очень интересно. Очень прям... Оооо. Вот такие маски я все время хотела попробовать. Но меня немножечко жаба душила. Даже чисто для затеста. Перевода здесь никакого нет. Но, смотрите, эта маска работает на подтяжечку моей вот этой вот штуки, которая меня бесит. Вот. Для второго подбородка. Очень интересно. И... О, божечки, божечки, смотрите, какое оформление маски, какая красота, это у нас успокаивающая маска для лица, блин, вот ты, Катя, говоришь, что ходишь по магазинам, вроде бы, вот, я смотрю твои видео, у тебя столько там каких-то новинок для меня и так далее, знаешь, это для меня тоже новинки, то есть ты к этим маскам, возможно, привыкла, ты раз их прошла, увидела в магазине, два, а я этих масок даже не видела, то есть вот за все вот это, за всю эту огромную кучу, как я сказала, да, всего две маски, которые у меня есть в коллекции и несколько масок, которые я видела, но еще не купила, остальные вообще, это все для меня новинки, вот, огромное спасибо и не переживай за то, что можешь повториться или там, вот, никаких новинок и так далее, поверь мне, для меня это огромные новинки. Далее, вот именно вот такая вот штучка у меня в данный момент в использовании, я сюда, это у нас как правильно называется, щетка для умывания, я, получается, сюда одну-две горошинки умывашки своей наношу, да, и уже растираю, так что пускай будет в запасе, вероятнее всего, что та у меня как бы на пожизненно, но есть вероятность того, что она может потеряться, и чтобы не было такого, что она если потеряется, и что мне делать дальше, вот, на замену у меня есть, так что, огромное спасибо. Далее, далее у нас, ох ты, салфетки от Dolce Milk, молоко и черная смородина, они пахнут черной смородиной? Я впервые вижу салфетки, чтобы пахли, пахли, ну как, все салфетки пахнут стандартно, а это, это пахнет черной смородинкой, блин, девчонки, Кать, спасибо, смотрите какие. Классно, даже вот такое вот у меня впервые, так что, я еще бомбочку вижу, это у нас бомбочка от Waze, вот она какая, бублик, бублик, вот, красиво оформлен, такой голубовато-розовенький, и бомбочка эта очень-очень легкая, по сути, наверное, не сильно спрессованная, и я больше чем уверена, что она будет бурлить так, как я люблю, поэтому, как я говорила, все бомбочки, которые я буду использовать, я обязательно буду снимать отдельно, и во влог их буду вставлять, чтобы вы как бы имели в виду, стоит покупать или нет, я не помню, в магнит косметик какие-то бомбочки видела, вот именно вот бублики, да, но я не знаю, это Waze там или нет, я очень хотела этот бублик, вот, но не брала, потому что по стоимости было, ну, очень небюджетно, если для кого-то 160-180 рублей это бюджетно, то для меня, как бы, это немаленькие деньги, чисто для того, чтобы взять, кинуть в ванную, да, принять душ, да, в ванную, ну, помыться, да, и смыть эти 180 рублей, ну, как-то, ну, меня же ребенка душила, чтобы самой себе купить, и я боялась, что, а вдруг не будет бурлить, поэтому просто будем иметь в виду, я вам поближе буду показывать, что за как и как бурлит, поэтому, ну, вот, легкий-легкий вот этот вот бублик, и я уверена, что он будет бурлить так, как я люблю. Вот это аромат! Так сладенько, так, так вкусно, он и, знаете, и фруктами, и чем-то парфюмированным пахнет, вообще отлично! Блин, смотрите, это же мой самый любимый шоколад! Вообще классно! Шоколад и цельный лесной орех, мой самый, мой самый любимый шоколад из КБ, больше я его нигде не видела, и он, знаете, нет, не покажу, он, в общем, такой вот огромный, и видите, какие здесь дольки, здесь огроменные дольки, здесь очень много цельного фундука, очень люблю цельный фундук, Я, кстати, именно с цельным, как сказать, закрыть не могу, с цельным миндалем есть не могу, мои зубы слабые, мне больно, вот, но вот цельный фундук, это просто, просто объедение! И последнее в нашей коробочке, все, и это у нас, это что? Трюфельный десерт Монако! Смотрите, впервые вижу, прямо сейчас с кофеечком с Денисом мы попьем трюфель и шоколад! Эксклюзивные десерты, разработанные на основе всемирно известных национальных кондитерских рецептов, идеальное сочетание трюфельного вкуса и тающей глазури! Блин, классно! В общем, вот такая вот была у меня крутая посылка, крутой подарок на мой день рождения! Огромное тебе спасибо, Катя, за неожиданную посылку, за невероятную, нереальную, классную! Вот просто, я не знаю, как объяснить, да, но вот это вот, это мой рай! Маски, 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 бомбочки, кофе, блин, шоколад, шоколад, то есть вкусняшки внутрь, вкусняшки сюда! Это вообще классно! Спасибо тебе огромное! И все, кто досмотрел меня до конца, подписывайтесь на мой канал, переходите по ссылке в описании на Катин канал, на неё подписывайтесь! В общем, давайте дружить, давайте поддерживать друг друга, давайте общаться, давайте жить дружно! В общем, вот на такой доброй, прекрасной ноте я с вами попрощаюсь! Всем спасибо за внимание, всех люблю, целую, обнимаю, мира и добра, и пока-пока!